всем привет старая яблоня грушевка вот сейчас нужно тоже ее привести нам в порядок здесь у нас есть такое заболевание уже третий год я с ним борюсь спасаю вот радует что есть меня вот такой побег растет оставил я волчок и сейчас у меня отрастает ну и вот как мне кажется здесь здоровая древесина смог я остановить но не знаю это мои предположения здесь уже все гнилое плоды были плодов было много даже несмотря на то что вот поддержка ветки просто тупо ломались это я сейчас уберу все посмотрю приведем ее в порядок в прошлом году я говорил что при использовании секаторов сначала возьмите обычный маркер и определите для себя что вы будете резать вот эта ветка у нас смотрит полностью вниз она будет отвисать под плодами мы переводим вот на эту вверх эту либо под загнем мы посмотрим сделали черточку далее то же самое вот это вот здоровая она смотрит вниз этого мы оставляем здесь сделали меточку то же самое вот здесь это уже провисло вниз мы сделали меточку убрали точно также здесь вот эти вот внизу мы будем переводить вверх подымать она у меня в диаметре где-то метра три это очень много и мне немножко нужно ее приподнять прошелся я поэтому это вернее ветки и решил попробовать вот такие крючки загибы кривые такие чтобы загнуть веточки мы будем на это посмотреть здесь обрезал туда еще не добрался так как бы мне не хотелось оставить вот это вот вот этот вот кусок но ветка очень длинная сильно наклоняется несмотря на то что поддержка все на земле сейчас ее отрежу с переводом вот на эту а а дальше стороны то же самое вот это вот ветка я отрезаю и перевожу вот на эту ухожу туда что-то натянул загнул горизонтально чтобы у нас было вторую тоже вот мы видим также сделал и добрался в этот угол так вот здесь было здесь было ломаная я ее отрезал на кольцо и вот сейчас вот этот вот излом его просто замотаю я замотаю пленкой на есть у меня но не скотч это полиэтиленовая толстая пленка пвх шириной как скотч я сделаю обмотку сначала туда заложу извести вот эту замазку забилю и замотаю мне интересно за год срастется это или нет так но а вот это вот вот эту часть я обрежу то есть вот эти вот 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 эту вот рогатку я уберу оставлю эту с переводом вот сюда с попробую сделать так только что уток было здесь собрание бормотали это выяснили навел порядок все обрезал что-то подогнул на своей яблоньки старый так вот такой вот культю необходимо было бы конечно обрезать вот она здесь мне дала побег но я его на 5 сантиметров на пару почек обрезал как как обрезал жировики понятно обрезал на две-три почки жировики которые были прошлогодние то есть получается 2 порядка пошли я еще обрезал от старого места среза на пару почек что-то я пригнул вот такие вилки я одну сделал покороче одну под линии на наружную почку вот такие плодушечки мы оставляем на концах где-то где-то их подрезал не досмотрел все что было вниз я практически вырезал там где хоть и внутрь растут но не мешают я не трогал вот здесь вот это конечно нужно было отрезать поскольку она мешает вот моему побегу который я отрезал вот три розеточка одну по спиральке отрезаю на наружную почку посмотрим как она будет развиваться и я хочу чтобы на этих веточки все-таки завязались в этом году плоды на следующем год я ее понятно уберу повторюсь что у меня вот здесь такое раковое заболевание с ним борюсь если все пройдет удачно я перережу здесь еще сделал я еще кир булочку вот мне вот этот мой побег который я формирую стволом он абсолютно лысый вот сделал здесь и примерно с этой стороны с обратной стороны вот на этой высоте и обработал замазочки сейчас покажу как было на черешнях для примера покажу вот у меня черешня и вот эта сторона она была лысая сюда ничего не смотрела это очень высоко не она была пониже я сделал весной кир булочку вот видим ее надрез ножовка по металлу и он не выдал побег том я летом его обрезал и вот он у меня выдал такой тройничок повторюсь она не молодая она старая плоды очень вкусная грушевка все что было очень раскидиста вот я повторюсь наверное я все это отрезал пустил вверх и хочу немножко ее приподнять вот такая вкратце такая вкратце обрезка не обошлось конечно без жертв скажем так тут я подгибал ее она у меня сломалась знаю что есть такая методика их ломаем они такие невзрачные стоят но я не хочу чтобы туда попадала вода я ее обработал замазкой и обмотал изолентой точно так же я поступил вот в этом месте разлома я сверху прикрыл чтобы вода туда не заливала вот этой замазочки я прошел изолентой подмотал мне так спокойнее будет также я оставил вот верхний побег видим чтобы у меня было продолжение . роста немножко но вверх стремилась ну на этом все всех женщин поздравляю с праздником 8 марта желаю всем здоровья счастья любви удачи терпения мирного неба над головой всем хороших урожаев